Слава Украине! Привет всем! Как и когда развалится Россия? Ну, когда она развалится, мы пока что не знаем, конечно, это понятное дело. Но вот как и почему это будет происходить, ответ, по-моему, очевиден. Это произойдет тогда, когда местные элиты, на население они не будут обращать никакого внимания при этом, местные элиты поймут, что толку от Москвы, от Москвы им уже нет, бояться ее особо, собственно говоря, нечего. А денег с нее, как с дохлого ишака молока. Соответственно, вот тогда это все и посыпется. Причем посыпаться оно может совершенно в ней такой, знаете, момент, как вот вообще не ожидаешь, но совершенно не думаешь, что оно посыпется, бац, проснулись, никакой России уже нет. Так вот, интересно, у нас на телеграм-канале, мы сейчас вывесили такую большую красивую карту, ссылочка снизу, как обычно в описании к данному ролику, вывесили большой вариант, который сами же граждане пока еще Российской Федерации вывешивают в качестве возможного плана раздела этого недогосударства. Итак, давайте посмотрим, что они видят в качестве новых территорий, новых стран, которые возникнут на месте бывшей России. Ну, прежде всего, начнем, конечно же, с Московии. Мы все прекрасно помним, что никакой России никогда в жизни не существовало. Все это выдумка, это ворованное название ханом Петром Первым. Ханом Золотой Орды, это уже не Золотая Орда, это был осколок Золотой Орды. В любом случае, хан Петр Первый пришпиндюрил к Московии название Россия, которое он просто бесстыдно украл у Украины. Это причем даже не название, которое он украл, он вообще прицепил туда акцент. Греческий вариант, потому что карты были на греческом языке, греческий вариант, название Украины, которое описалось Россия. Россия относилась к территории русского, с одним «с», конечно, русского царства, точнее, русской державы, вот так будет правильно, которая по-другому еще иногда называлась Галлицко-Волынским князивством. Это у нас была территория приблизительно Волынской нынешней области в Украине и Львовской области Украины, и граница вот с Польшей. Вот это вот приблизительно такая территория. Значит, хан Петр Первый, что же сумяшеся, когда он менял там религию, менял, значит, одежду, менял еду, менял, все поменял, государство поменял, типа, и название что же поменял, потому что Московия, либо же Татария, по имени крупнейшего этноса, проживающего на 1721 год на этой, так сказать, территории, неблагозвучна была для европейского уха и никак не могла служить названием для нормального государства. Так вот, от Москвы это все началось, в Москве это все и вернется. Значит, Московская область плюс-минус с территориями, которые принадлежали на тот момент московитам, оно будет под бело-сине-белым флагом, будет Московия, возможно, они себе оставят название Россия. Надо сказать, что все равно, еще что-то в вопросе репараций, вот они сейчас будут делиться очень сильно, да, почковаться, с тем, чтобы сказать, я был оккупированной территорией, репарации на меня не распространяются. Так я вас огрычу, репарации таки, да, будут распространяться, может, на первого, второго, кто отделится, не будут как-то распространяться, сделают таким образом, чтобы это разделение каким-то образом, ну, чтобы оно, дать им возможность, знаете, дать толчок, дать толчок, чтобы оно состоялось, это разделение. Например, первые двое, ну, как обычно, да, в супермаркете, первые двое получают призы. И вот только бац-бац, первые два отделившихся говорят, не, мы не при делах, мы к этому отношения не имеем. Может быть, но остальные платить будут, хотя, по-моему, все равно платить будут все. Да, так вот, Московия, это кандидат на репарации вечное, вечное, вечное. Это будут и их внуки платить, и их правнуки будут платить репарации Украине. Да, ну ничего, нашим внукам сгодятся московицкие деньги. Да, будет Московия, будет, как вот они предполагают, на месте нынешней Мурманской области, там будет Лапландия. Лапландия. Хотя, мне кажется, что в результате эта Лапландия не захочет быть такой уж нищей и убогой, которая на сегодня есть. И мне кажется, им проще уплыть будет, например, в Норвегию. Да, даже в Норвегию и жить нормальной жизнью. Рядом там Карелия, да, тоже будет независимым государством, судя по всему, со своим флагом, со своим гербом, гимном. Вот, но будет ли оно долго, мне тоже тяжело сказать. Дело в том, что там рядом богатая благополучная Финляндия, поэтому, скорее всего, все-таки, может, оно и будет какое-то время, но потом уплывет Финляндию. Ингрия. Это нынешний Санкт-Петербург и области Ленинградской области вокруг них. Возможно, пойдет туда Новгород, возможно, туда пойдет, не знаю, Псков. Тяжело сказать, как это будет выглядеть. В любом случае, это будет, с моей точки зрения, это будет независимое государство, потому что Питер довольно большой город. Вот, и, в принципе, они могут вполне, который сегодня грабится Москвой, соответственно, мне кажется, он может стать центром притяжения, центром торговли, соответственно, по всей видимости, таки, да, будет независимым государством. Так что Ингрия, Новика, Форева, да, единственное, что расплатитесь с Украиной, живите спокойно. Да, те, кто в него войдут. Что еще интересно? Ну, они тут так, это же, опять-таки, карта составлялась гражданами того, что сегодня называется Россией, да. И вот они там дают Балтийскую республику на месте Калининграда. Ну, по мне, это сомнительная вещь, потому что никогда в жизни там не было никакого государства. Это была все-таки часть Восточной Пруссии, либо же часть Литвы, либо же часть Польши. Мне кажется, все-таки, вот, судьба вот этого региона, Кенигсберг, это решится все-таки в переговорах между Литвой, Германией и Польшей. И как-то оно то ли будет разделено, то ли отойдет одно из этих стран. Вряд ли это будет независимое государство. Вот почему-то мне так это все видится. Будут еще, какие еще интересные республики? Я их все не назову, тут больше 30, да. Будет, например, они почему-то считают, что Поморье будет, Архангельская республика будет или Поморье. Может быть и будет. Может быть будет вместе с... Вот они дают здесь даже флаг этого Поморья. Ну, бог его знает. Будет Коми рядом с ним, республика Коми. Ну, да, возможно, будет. Вряд ли кто-то будет сильно претендовать на эти территории. Так что, вот, кстати, республику Поморье, республику Коми я в дальнейшем, например, вижу как самостоятельными государствами. Будет также, естественно, Чечня. Чечня будет... Или Ичкерия. Точнее, Ичкерия. Правильно говорить. Ичкерия будет на Кавказе. Будет Ингушетия, с моей точки зрения. Будет Дагестан, конечно же. Карачао-Черкесия будет. То есть, в принципе, на Кавказе там вот как есть вот эти автономные республики с преобладающей нацией. Так они и будут. Собственно, так при разделении оно в разные стороны и поползет. Вот. Из также интересных моментов будет, например, конфедерация Дель-Урал. Да, это на Уральских горах. Вот. Будет... Возможно, будет какая-то Кавказская конфедерация на Владикавказе. Да, со столицей Владикавказа. Там мелкие народы. Возможно, они не смогут, как говорится, отдельно существовать и будет выгоднее сплотиться в одно. Будет Кубань. Некоторое время будет Кубань. Потом она, конечно, присоединится к Украине. Вот. Но некоторое время побудет, может быть, независимой. Хотя, в принципе, я не вижу там каких-то предпосылок. Смысла нету существовать отдельно от Украины. Это всегда была Украина. Почему вдруг должна быть отдельная Кубань? Непонятно. Но это они дают эту карту. Еще раз говорю, это не я. Будет республика Тывай. Это понятно. Она была. Вот. Будет... Они это дают как Тихоокеанскую конфедерацию. Имеется в виду Дальний Восток и Сахалин. Ну, дай бог, чтобы было. Это вообще-то тоже Украина. Это Зеленый Клин. Населено украинцами. Я только вот такие даю. Да, будет Бурятия, понятное дело. Будет там Сибирская конфедерация, столица Новосибирска. Это будет. Но вот меня интересует Дальний Восток бывшей России. И тут, как я возьму, все-таки, чтобы была Украина тоже. Почему? Потому что Украина именно колонизовала когда-то вот этот вот участок Зеленый Клин. Большинство населения там украинцы. И, соответственно, будет очень жаль, если это все уплывет в Китай. То есть все труды наших предков пойдут на смарку. Поэтому после развала России, в принципе, возможно, какая-то форма конфедерации между Украиной и Зеленым Клином. Чтобы они все-таки нас держались в дальнейшем и смотрели в нашу сторону. Дальше. Ну, будет Сахай-Якутия. Это очевидно. Потому что там, кстати, богатая республика очень будет в свое время. Сейчас их, конечно, полностью грабят московиты. Вот. И они там живут в жуткой нищете. Без дорог, без ничего. Но когда московитская власть упадет, соответственно, Якутия будет богатым таким регионом. Ну, еще интересно, что вот эти же русские рисуют Камчатку и Чукотку как отдельную республику. Не знаю. Не знаю. Может быть. Но мне кажется, не будет такой республики. Мне кажется, часть заберет Японию. Часть уплывет Соединенные Штаты Америки. Вот, ребята. Вот такие вот. Ну, тут много всяких еще субъектов. Типа Воронежской республики, Калмыкии и так далее, и так далее. Федерация Поволжья они рисуют. Вот интересная карта. Да, даже сами русские нарисовали практически 30 государств независимых. Это Татарстан, само собой, разумеется. 30 независимых государств на месте бывшей России. Это не украинская карта. Это то, что рисуют граждане немытой федерации. Вот это интересно. Понимаете? То есть, они уже где-то видят вот плюс-минус вот такую вот систему разделения. Сразу скажу, что самое главное, что должно быть в этих государствах новосозданных. У них, кроме может быть вот Дальнего Востока, не должно быть собственной армии. У них должны быть полицейские формирования, вот как есть, например, у Люксембурга, например. С тем, чтобы не было никогда больше никаких позывов к войне, к захвату одним государством, другого государства. Потому что, видите, Московия, она веками была агрессивной и захватывала всех. Ну, а вокруг нее слабые, как правило, находились на тот момент. Она захватывала всех, кто был рядом с ней. Соответственно, после раздела нужно оставить только полицейские силы с тем, чтобы они поддерживали порядок, с тем, чтобы гражданам жилось спокойно, и с тем, чтобы одни не воевали с другими. Ну, и за безъядерный статус, конечно, и коню понятно. Никакого ядерного оружия на вот этой территории остаться не должно. И тогда в нашем мире наступит тишь да гладь и да Божья благодать. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!